Сочи сносят три 12-этажки. Незаконно построенные новостройки расположены в Адлерском районе. На курорте это первый снос домов в такой высотности. Дороги к землям для многодетных начнут прокладывать в 2019-м. Только в прошлом году в Сочи было определено 175 участков сочинским семьям. На вопросы многодетных ответил глава города. В Сочи сгорел чердак двухэтажного дома. Слаженная работа пожарных позволила спасти материальных ценностей на 7 миллионов рублей. Ехали медведи на мотоцикле, а за ними Дед Мороз и цирк Филатовых в полном составе. На Сочинской арене состоялась премьера новогоднего шоу. В Адлере на улице Белорусская начался снос высоток. Об этом сегодня стало известно на планерном совещании в администрации города. Решение о сносе принял суд. Сегодня же на планерке свое первое поручение от главы города получил новый вице-мэр. Задача Анатолия Луцика – проинспектировать районы и оценить новогоднее убранство курорта. Ну а в целом же совещание посвятили социальным вопросам. Это первый снос в Сочи домов такой высотности. Три незаконно построенные 12-этажки на берегу моря в первой санитарной зоне. Изначально было получено разрешение на строительство трехэтажных строений. Застройка началась в 2009 году. Застройщик нарушил градостроительные нормы и стройку по требованию администрации остановили. А в начале 2015 года муниципалитет обратился в Адлерский районный суд с иском о признании объекта незаконным. Начались судебные тяжбы и вот только сейчас в этом деле поставлена точка. Выбрана подрядная организация, которая вместе с судебными приставами, вместе с сотрудниками администрации, с представителями прокуратуры, различных надзорных органов, с сегодняшнего дня начала разборку этих домов. Объект очень сложный. Действительно, мы сносили в городе Сочи много домов, но такой высотности домов еще не было. В Сочи на данный момент 550 неисполненных решений о сносе самовольных построек. 18 застройщиков самостоятельно демонтировали свои объекты. Главная задача следующего года – это снести все объекты незаконные. Либо это сносят сами владельцы, и им остается земля, либо мы их штрафуем, поначалу взимаем с них деньги, а потом за эти же деньги, по сути дела, и снесем. Но землю уже заберем. Те же, кто отказывается добровольно сносить самоволки, будут вынуждены оплачивать крупные штрафы. А это 10 тысяч рублей за каждый просроченный день обязательства по сносу. Так называемая судебная неустойка вырастает до 10-15 миллионов рублей. Если к сносу приступила подрядная организация, то она вправе взыскать средства с застройщика. Кроме этого, в настоящий момент муниципалитетам подано порядка 12 исковых заявлений об изъятии земельных участков. Это та новая как раз мера, которая у нас предусмотрена новым законодательством, которое вступило в силу с августа месяца. Решение пока еще не вынесено, но муниципалитет в этом направлении будет продолжать работу. И планируем, что в 2019 году эта работа как раз будет усилена в части подачи на принудительные изъятия земельных участков, на которых расположены неснесенные самовольные объекты. На планерном совещании речь также шла о создании новых мусороперевалочных площадок в каждом районе Сучи. Они нужны для перегрузки в большие 20-тонные машины мусора для вывоза его из города на Белореченский полигон. С 1 января начнет работать новый региональный оператор. По результатам конкурсного отбора определен оператор региональный Крайжилкомресурс. В Крайе прошли соответствующие процедуры. Крайжилкомресурс сейчас заходит на формирование тарифной политики. До нового года мы продолжаем работать в старом контексте, в спецавтохозяйство города. А тем временем Сочи единственный из российских городов принял участие в международном конкурсе жизнеспособных сообществ «Ливком». Это выявление лучших практик по менеджменту сельских и городских территорий. Сочи занял второе место. Его признали как город, живущий будущим и как самый комфортный курорт. Нас пригласили также при ООН участвовать в проекте транспортного обслуживания, смарт-городов и так далее. Я напомню, что мы еще в этом году включились в международную организацию «Умных городов». От России в этой организации всего 8 городов участвуют. Поэтому город Сочи уже на мировом уровне получает награду, а также делится опытом. Также сегодня на планированном совещании речь шла об инвестиционных проектах, которые будут выставлены на площадках российского инвестиционного форума «Сочи-2019». Это 6 проектов на общей сумме 7,2 миллиарда рублей. В первую очередь это касается развития Лазаревского района Сочи. Елена Овсицына, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ». Земли выделены, но как до них добраться? А выделять участки многодетным сочинским семьям начали в 2011 году. Такую меру поддержки предусмотрели федеральные власти. Только в прошлом году в Сочи было определено 175 участков, которые должны быть предоставлены многодетным. Многие уже получили земельные наделы, но приступить к строительству сочинцы так и не смогли. Почему, выясняли на специальном совещании в администрации города. В зале собрались многодетные семьи, которым были выделены участки Варданэ, Верхнениколаевском и Кудепсте. Пока строить на своей земле сочинцы ничего не могут. Где-то нет коммуникации, а где-то и вовсе подъездных путей. А в Кудепсте нужна не только дорога к наделам, но и мост через реку. Сооружения, как предварительно планируется, будут возводить застройщики за собственные средства. Мост будет строиться за счет двух инвесторов, которые осваивают земли на территории Кудепса. Прописать, чтобы это было в разрешении на строительство, упомянуто, что мост – это в первую очередь. Я ставлю задачу перед строителями, что разрешение на строительство будет подписано тогда, когда инициативная группа подойдет ко мне и скажет, да, можно подписывать. И мы во всем разобрались, и нас устраивает. И дорога, как он будет ее делать, и мост. Варданы многодетные тоже ждут дорогу. Для начала хотя бы гравийную. Ведь проект, включающий строительство бетонки, установку ливневок, освещение, подпорных стен, оценивается почти в 2 миллиарда рублей. Он уже прошел госэкспертизу. Несколько раз эта проектная документация сдавалась в Краснодарский край для софинансирования. Последний раз она сдавалась в этом году. На настоящий момент находится она по программе жилища с нашей заявкой на софинансирование с Краснодарского края. Еще ответ к нам не пришел. То есть есть вероятность, что в следующем году нам выделят деньги на софинансирование. Строительство гравийной дороги необходимо заложить в бюджет на следующий год, отметил Анатолий Пахомов. То же самое касается и дороги к участкам в Верхнениколаевском. Там гравийку отсыпать нужно до 1 марта. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». Купить пиротехнику перед Новым годом станет сложнее. Сегодня полицейские в одном из торговых павильонов города изъяли свыше 500 пиротехнических изделий. В отношении продавца составлен административный протокол. В преддверии праздника проверки в местах продажи пиротехники проведут и представители МЧС, запланированные в Сочи перед Новым годом и профилактические мероприятия по пожарной безопасности. В целом в уходящем году на курорте провели 82 учебно-тактических мероприятия, в том числе по пожарной безопасности. Об этом в студии программы «В курсе» рассказал начальник управления гражданской обороны и защиты населения администрации города Сочи Александр Агафонов. У нас остается на этот год профилактические мероприятия по пожарной безопасности. Новый год, как правило, люди выпивают, не всегда соблюдают эти требования. Большое количество используется пиротехники. К сожалению, часто дети без присмотра остаются. Это все приводит зачастую к пожарам и не только. Поэтому сейчас профилактические мероприятия, в том числе в школах, занятия совместно с Госпожиным отзором проводим. И у нас запланированы рейды по точкам продажи пиротехники и правилам пользования пиротехническим изделиям. В случае, в случае, хочу обратить внимание, прежде всего, взрослых, чтобы не пользоваться пиротехникой в нетрезвом состоянии, использовали ее согласно инструкции. А когда покупали, смотрели на ее исправность, чтобы не помята была, не разорванная оболочка, чтобы был сертификат и то учреждение, которое продает, чтобы была лицензия. Хотелось бы на это обратить внимание. Пожар площадью 150 квадратных метров охватил жилой дом в Сочи. Эвакуировано 7 человек. Жилой дом с мансардой загорелся на улице Альпийская. В тушении были задействованы 4 единицы техники и 13 человек. Как пояснил начальник сочинского гарнизона, пожарная охрана Алексей Колотко, в доме сгорел чердак. Материальных ценностей спасено, предположительно, на 7 миллионов рублей. Причина пожара – короткое замыкание электропроводки. Пострадавших нет. Угнали машину и попали в ДТП. Полицейские по горячим следам задержали подозреваемых в угоне. Сообщением о пропаже автомобиля в дежурную часть отдела полиции Центрального района обратилась местная жительница. Женщина рассказала полицейским, что оставила свою машину на улице возле дома и через некоторое время не обнаружила ее на месте. Женщина пояснила, что припарковала свой автомобиль возле дома, однако забыла его запереть. Этим и воспользовались двое молодых людей, которые проникли в автотранспортное средство и решили покататься по городу. Спустя несколько часов полицейские обнаружили автомобиль, потерпевшие на обочине дороги в соседнем поселке. По подозрению в совершении преступления были задержаны двое местных жителей 18 и 19 лет. Молодые люди пояснили, что угнали машину с целью покататься по городу. Не справившись с управлением, они врезались в дерево, оставили автомобиль на месте ДТП и скрылись. Следственным отделом УВД по городу Сочи в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Добавлю, что ранее молодые люди не привлекались к уголовной ответственности. Ну а продолжим после прогноза погоды и короткой рекламы. 19 декабря в Сочи переменная облачность. Температура воздуха ночью плюс 8, плюс 10. Днем 12-14 градусов выше нуля. В торговом центре Сан-Сити уже царит новогоднее настроение. Праздничные скидки до 50%. Они действуют до 31 декабря. Готовьтесь к Новому году вместе с Сан-Сити. Северная 6. Салон-магазин Куранты объявляет о новогодних скидках на брендовые часы из Швейцарии, Японии, России. Спешите за подарками. Изящные женские часы, классические мужские, топовые, молодежные. Центральный универмаг напротив ЖД вокзала. Предпраздничная выставка-ярмарка «Кубань-Рождественский базар». Продукты-деликатесы для праздничного стола, подарки к Новому году и Рождеству. Авторские изделия и аксессуары. С 20 по 23 декабря. Жемчужина. Вход свободный. Обновите гардероб к новогодним праздникам. В магазине «Дамский каприз» новая коллекция французской фирмы «Эвелин Болеро». Ах, как же утомляет эта новогодняя суета. Мотаться по магазинам, думать, что кому подарить и где это все купить. Хочется, чтобы все было проще. Торговый центр «Сан-Сити». Все подарки здесь. Часовой салон-магазин «Куранты». Штрих вашего стиля. Широкий выбор. Доступные цены. Ждем вас по адресу. Улица Горького, 53. ЦУМ. Второй этаж. 8-918-3243. Создай свой новый образ. Деловой или дерзкий. Эксклюзивные модели из новой коллекции французской фирмы «Эвелин Болеро» в магазине «Дамский каприз». Торговая галерея напротив агропрома. Скоростные морские перевозки по маршруту Новороссийск-Сочи откроются в новом году. Правительство России планирует предоставить субсидии российским компаниям, организующим морские скоростные пассажирские перевозки в Черное море. Постановление опубликовано на сайте правительства России. Господдержка позволит открыть в 2019 году скоростные перевозки по маршрутам Севастополь-Ялта и Новороссийск-Сочи, существенно сократить время в пути, обеспечить конкурентноспособную цену билета до 450 рублей за поездку, говорится в тексте документа. Туристов будут возить на современных скоростных судах, которые вмещают до 120 пассажиров. Первую комету 120М запустят на маршруте Севастополь-Ялта. Протяженность его составит 95 километров. Время в пути займет 1 час 45 минут. Рейсы будут выполняться дважды в день с мая по сентябрь. Главную награду кинофестиваля Сифа получил фильм «Горизонт» грузинского режиссера. Международный кинофестиваль завершил свою работу в Сочи. Накануне были объявлены фильмы-победители. Всего жюри просмотрело 32 картины из разных стран. Все подробности у Татьяны Говорковой. Церемония закрытия кинофестиваля стартовала ставшим уже традиционным проходом участников по красной дорожке и выступлением струнного лондонского кондур-квартета. Незаменимы и ведущие Максим Колосов и британская актриса Виктория Джорджвиль, которая продемонстрировала в музыкальном блоке свои замечательные вокальные данные. Вообще музыки на церемонии было много, поскольку и в фильмах она играет значимую роль. Ей и номинация отдельная посвящена. Обладателем диплома Сифа в этом году стал фильм Александра Баршака «Пилигрим». Он был снят в Сочи. Члены жюри отметили в нем и операторскую работу. Русская кинопрограмма, составляющая, в полной метре, где я в жюри была, она такая сильная. Русские кинографисты утерли всем нос. Я этого не говорила, но вы меня услышали. Я счастлива, я увидела многих артистов в другом аспекте, даже режиссеры. Некоторые режиссеры, документалисты перешли в игровое кино, и вот этот симбиоз фантастический произошел. Я за них очень рада, потому что я их не узнаю, когда смотрю их работы. На фестивале свои работы представили киноматографисты из 19 стран, включая Россию. Из более 800 заявок были отобраны 14 полнометражных, 10 короткометражных и 8 документальных кинолент. В этом году кинофестиваль прошел под эгидой мирового женского движения, поскольку большинство членов жюри и режиссеры третий конкурсных фильмов – женщины. И результатом кинофестиваля все они остались довольны. Программа у нас в этом году была сильнее. Мне показалось, что команда работала сплоченнее и организованнее. Мы уже более профессионально делаем наш кинофестиваль. И мне показалось, что город нам поверил, потому что в этом году рекламу они дали очень большую. Сифа появился исключительно благодаря Сочи и стал одним из значимых культурных событий. Кинофестиваль проходит на курорте уже третий год. Россия всегда задавала о том мировой своей литературе, своим искусством, сценическим искусством. И вот, мне кажется, этот кинофестиваль, он тоже внесет свою лепту довольно значим в развитие не только российско-британских отношений, как говорят организаторы фестиваля, они очень этим гордятся. Мы можем показать наш замечательный город всем гостям, в том числе и гостям из-за рубежа, продемонстрировать свое гостеприимство, рассказать, какие мы необыкновенные, какие условия может предложить город Сочи. То есть это в какой-то степени можно рассматривать и какую-то заявку на будущее. Раздавая награды лучшим художникам, постановщикам, режиссерам, сценаристам, операторам и актерам кинолент, члены жюри отметили, что Сифа может в скором будущем подняться до уровня Каннского фестиваля. А пока же он дает возможность выйти в свет начинающим мастерам. Лучшим документальным фильмом, по мнению жюри, стала картина режиссера Сары Мани из Афганистана «Одна из тысячи», а лучший короткий метр «Черная мамба» режиссера из Туниса. Учредители и президент кинофестиваля по традиции вручила от себя три диплома и главный приз. Его получил фильм грузинского режиссера «Горизонт». Награду в виде позолочной статуэтки богини Радуги и Риды в этом году разделили и актрисы, представившие картины «Верка Фуэте» и «Нечужие Веры» Глаголевой и Натальи Ивановой. Этот же фильм получил специальный приз жюри. Татьяна Говоркова, Дмитрий Говорков, телекомпания «ФКТ». «Зимние забавы» в Литературно-мемориальном музее Николая Островского открылась рождественская выставка. Это более 90 художественных работ юных сочинских художников. Тема, объединившая все произведения, зима и все, что связано с этим временем года. Игра в снежки, украшение елки, первый снег. Также авторы создали иллюстрации к сказкам Андерса «На снежная королева», «Божова серебряная копытца» и «Маршака 12 месяцев». Детская художественная школа номер 3, которая в 2014 году стала победителем всероссийского конкурса «50 лучших школ искусств России», много лет сотрудничает с музеем Николая Островского. И это их последняя в этом году совместная работа. Рождественская выставка «Зимние забавы» расположена в двух залах. Всего представлено около ста работ юных сочинских художников. Это композиция на тему Нового года, рождественских колядок, крещенских гаданий, а также иллюстрации к различным народным и литературным сказкам. Работы сделаны в разных жанрах, в разных техниках. Это и гуашь, и акварель, и декоративно-прикладные различные материалы, такие как валяние, холодный батик, керамика, компьютерная графика, просто графика, ну и многое-многое другое. Помимо картин на выставке можно увидеть и расписные новогодние игрушки, маски, а также керамический символ предстоящего года. Кроме того, посетители экспозиции смогут узнать историю празднования Нового года на Руси, древние обычаи и традиции. Увидеть зимние забавы сочинцы и гости курорта смогут до конца января. Премьера в сочинском цирке. Всемирно известный цирк Филатовых привез на курорт новую программу. Это шоу для всей семьи. Новогодняя сказка. На премьере побывала наша съемочная группа. Дедушка Мороз появляется на арене не на тройке лошадей, а на мотоцикле с водителями-медведями. А Баба Яга парит на метле под куполом цирка. Знаменитая династия артистов со 180-летней историей представила в Сочи свой совершенно новый спектакль. Цирк Филатовых привез на побережье новогоднее шоу с любимыми сказочными персонажами и лихо закрученным сюжетом. Здесь занят Дед Мороз, Снегурочка, Кот, Заяц, Леший, Дымовой. То есть те персонажи, которые очень любят дети. И, конечно, зажигание елки и всякие сюрпризы. И, в общем-то, специальное детское представление было подготовлено для сочинского цирка. Филатовые артисты с мировым признанием не перестают снова и снова удивлять искушенного зрителя. Здесь и акробаты, и иллюзионисты, и эквилибристы, и жонглеры. Вот, например, культовый персонаж комиксов «Человек-паук» парит в воздухе. Дети в восторге. Ну и куда в цирке без животных? Собаки, пони, павлины, носухи, верблюды, дикобразы и даже дрессированные попугаи. Все на одной арене и каждый с уникальным номером. В финале представление на арене легенда мирового цирка. Всемирно известный аттракцион «Медвежий цирк» на манеже одновременно 15 хищников. Медведи на мотобайках, роликах и квадроциклах. Медвежий оркестр и даже медвежий бокс. Дрессировщик показывает верх мастерства. Такого не увидишь ни в одном цирке. Программа сопровождается световым лазерным оформлением и собственным шоу-балетом. Это не классическое представление. Это настоящая сказка, в которую, благодаря таланту всей труппы, с легкостью погружаются и взрослые, и дети. Похитить новогоднее настроение не получится. Даже узлой Бабы-Яги и огни на праздничной елке обязательно зажгутся. Всемирно известный цирк Филатовых на Сочинской арене можно будет увидеть до 13 января. Инга Габиша, Ольга Десятого, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Сочинские «Динамовцы» подвели итоги юбилейного для «Спортобщества года». В городе состоялось общее собрание «Динамо». В 2018 году сочинская организация отпраздновала 95-летие Всероссийского спортивного общества. В течение года организация проводила спортивные турниры, в том числе по физической подготовке полицейских, а также мероприятия, направленные на работу с ветеранами, пропаганду здорового образа жизни и патриотическое воспитание молодежи. Так, в Сочи была проведена юбилейная 60-я «Спортокеада» по 10 видам спорта – плаванию, стрельбе, настольному теннису, мини-футболу, волейболу, баскетболу, служебному двоеборью, рукопашному бою, гиревому спорту, шахматам. В турнирах приняли участие 1700 сотрудников органов правопорядка и безопасности. Сегодня в «Спортобщество» вступают новые клубы, в которых занимаются не только взрослые, но и дети. Это джиу-джитс, дзюдо, самбо, футбол, вольная борьба, армейский рукопашный бой. В ходе мероприятия отличившиеся спортсмены, тренеры и руководители коллективов физкультуры были награждены медалями в честь 95-летия «Спортобщества», почетными дипломами и кубками по итогам спортивного сезона 2018 года. Ну и на этом наш выпуск завершен. Мне остается добавить, что все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас также в социальных сетях – в Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram и в группе «ФКТ» ВКонтакте. Ну а в студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok